Голова и кости. В бывшем Балтийском районе Калининграда появилась свалка рыбных отходов. В поле, неподалеку от улиц Громовой и Карамзина, на протяжении последних недель появился целый могильник. Кто загрязняет зеленую зону возле окружной дороги, выяснял Сергей Кирин. Хорошо в сентябре за городом. Поспели яблоки, различные ягоды. Вот боярышник поспел. О! И рыбные отходы. Они подгнили уже. Кучки несвежих голов и костей встречаются через каждые 3-4 метра. В августе их случайно обнаружили жители улицы Громовой, что называется по запаху. Пошли по яблоке, а нашли вот это. Со временем свалка стала разрастаться, и граждане обратились в нашу редакцию. А мы, в свою очередь, позвали в совместный выезд экологов и надзорные органы. Сделаем запрос, установим собственника земельного участка и направим уведомление на составление протокола об административном правонарушении. Статья 73 Кодекса Калининградской области об административных правонарушениях. Ответственность предусматривает на физических лиц от 3 до 4, на должностных от 10 до 30 тысяч рублей. И на юридических лиц, если такова, будет иметься от 100 до 300 тысяч рублей. По заключению представителей экологической организации, загажена территория площадью около гектара. Рыбные отходы разной степени несвежести перемешаны с рабочими перчатками и коробками. По всей видимости, упаковкой. Кое-где даже сохранились этикетки. Рыба здесь идет и форель, лосось, а также местное из Балтийского моря. Судя по коробкам, которые здесь, у нас не так много главных игроков на рынке Калининградской области, кто занимается красной рыбой. Это первое что. Второе, ну это небольшое производство, буквально там 5-6 человек, рыночная торговая точка, где обрабатывают. То есть надо искать. Представители Зеленого фронта будут обращаться в Росприроднадзор и выяснять у поставщиков рыбы, кто брал у них мелкий опт. Так что история не закончена. Сергей Кирин, Николай Потоцкий, Александр Финн, Служба новостей. Спасибо. 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 Спасибо.